Почти треть отремонтированных дорог в Красноярске сдавалась с браком или с замечаниями. В администрации Красноярска сегодня дали оценку сезону дорожно-ремонтных работ. Кто ответит за неровный асфальт, узнаем в следующем репортаже. Перед началом совещания в малом зале городской администрации напряженная обстановка. И есть из-за чего. Дорожники держат отчет перед Атхамом Макбулатовым за 6 месяцев работы. В этом году приоритетное направление – капитальный ремонт дорог, дворов, межквартальных проездов и дорожных развязок. В программу попали 600 объектов. На их ремонт выделено более 800 миллионов рублей. Тот, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мы с вами платим деньги по поручению жителей города Красноярска. Соответственно, через нас жители города Красноярска заказали эту музыку. Как должны ремонтироваться дороги, дворы, проезды на территории города Красноярска. Однако брака по сравнению с прошлым годом меньше не стало. Почти треть всех объектов сдавались с какими-либо нарушениями, несмотря на то, что контролировали все и даже пофамильно назначали ответственных. Так, один из участков на проспекте Мира переделывали спустя уже пару недель после сдачи работ. Теперь сами контролеры могут лишиться своих рабочих мест. Скоро всем предстоит пройти переаттестацию. Как так получилось, что пол проспекта заасфальтировали, а потом начали вырезать? Вы сколько работаете в учреждении руководителем? Три года. Сколько вы вообще работаете в сфере жилищно-коммунального хозяйства? По-моему, более 15 лет вы занимаетесь этим вопросом. 16 лет. Вы что, только родились, что ли? Есть нарекания и по ремонту дворов. На этот рынок могут приходить любые компании, которые действительно сегодня имеют авторучку. Значит, не имея специалистов, ни техники, ни образования. Значит, потом нанимают эту наемную временную силу и пытаются как-то выполнить эту работу. Соответственно, эту работу выполняют они некачественно. 60 компаний лишились контрактов. По многим недобросовестным подрядчикам направлены дела в суд. Граноначальник подчеркивает. Никто из дорожников не получит денег до тех пор, пока не устранит все замечания. В дальнейшем же вести отношения с подрядчиками надо по так называемому контракту жизненного цикла. Кто ремонтирует, тот и обслуживает. Так можно избавиться от фирм от додневок. Кроме того, Эдхам Агбулатов дал поручение по структурной реорганизации в департаменте хозяйства, чтобы вопросами ремонта и строительства улично-дорожной сети занимались одни и те же люди. Артем Кириллов, Андрей Крупнов. Новости. Продолжение следует... Продолжение следует...